Я, на самом деле, представляю и потребителя, и производителя одновременно. Я, с одной стороны, являюсь советником по IT АО «Глонас», с другой стороны, другая моя шляпа, это генеральный директор компании «Айконсофт», разработчик программного обеспечения и дочерняя компания «Айконсофт». Я подозреваю, что не все знают, что такое «Айконсофт», что такое «Айконсофт», я очень коротко расскажу, и дальше, по сути, вопрос. Мы универсальный разработчик, созданный при участии компании «Айконсофт» и создавали нас, собственно, для того, чтобы как раз выполнить программу импортозамещения и цифровую трансформацию, в первую очередь «Айконсофт». Сейчас у нас порядка 70 человек, и мы, собственно, выполняем развитие, создание новых сервисов и поддержку критической инфраструктуры, в частности, системы «Айроглонас». Компания «Айконсофт», наша материнская компания, это оператор системы «Айроглонас». Наверное, у каждого у вас в автомобиле есть кнопочка «СОС», вот, собственно, нажмите на эту кнопочку, наш «СОС» будет обрабатывать этот вызов. Достаточно такая значимая функция, очень помогает мне в мотивации разработчиков, потому что когда разработчик приходит видеть такую социальную, такую важную миссию обеспечить реагирование в течение золотого часа, в случае ДТП, это очень хорошо мне демотивирует. Но помимо этого, вы видите, здесь нету такая приписочка, я ее сейчас прочитаю. Помимо этого, есть распоряжение правительства, в рамках которого было нас обязательно необходимо использовать при создании навигационных систем с оппозиционированием в 17 отраслях экономики и народного хозяйства, скажем так. Соответственно, стратегия очень широкая, и мы свои навыки, скажем так, применяем во всех этих направлениях, и о наработанном опыте хотел бы рассказать. Итак, когда создавали компанию, ставили две задачи. Первая задача как раз-таки импортозамещение и технологическая независимость. В рамках этого мы развиваем систему AeroGlanas, и сейчас все, что новое мы создавали в последние три года, изначально проверялось на соответствие этим самым требованиям. Здесь мы использовали достаточно много open-source решений, очень много сами разработали, и сейчас находимся на финишной прямой. Вот уже баланс очень хорошо выполнил задачу по импортозамещению. Вторая составляющая – это как раз-таки участие в цифровой трансформации и создание сервиса. Вот за время работы компании мы очень много сами создавали, но вы видите, да, что количество отраслей, где мы должны приложить свои знания, плюс количество систем, которые мы создаем, оно такое, что для маленькой компании в 70 человек это практически невозможно сделать с нуля, поэтому мы очень широко используем open-source. Я немножко перечислю те проекты, которые мы делали в рамках развития инфраструктуры и импортозамещения внутри AeroGlanas, и расскажу о том опыте, тех выводах, которые мы сделали в рамках операботки. Сама платформа AeroGlanas. По сути, AeroGlanas является одним из крупнейших IoT-операторов России. 9 миллионов автомобилей подключены к нашей системе. То есть такая достаточно большая критичная система. Геораспределенная, сложная, и здесь выполнена задача по импортозамещению, но вот остался у нас Oracle немножко, да, но до конца года, надеюсь, мы его выберем. Покруг него создали единое хранилище данных, полностью open-source решение, полностью взаимоувязанное. Система BI, система дэшбордов, API для внешнего мира, возможность работать с данными, подключать страховые компании, которые пользуются нашими данными, а также регуляторные органы. Коммерческий портал. Это, по сути, система, которую мы делали для работы с... Цей Китани. Позвольте я продолжу? Коммерческий портал, интересное решение, это такой стандартный, казалось бы, личный кабинет клиента, но что мы делаем для того, чтобы оригинально подойти к решению? Мы в основу закладываем систему BPM, опять же open-source решения, которая позволяет гибко настраивать те процессы, которые мы делаем. Мы разрабатываем мобильные приложения, в том числе для операционной системы обора, уже есть у нас работающие приложения. И, наверное, вы знаете, может не знаете, вышло постановление правительства 2.16, где в систему 2.1. необходимо передавать данные о перемещении пассажирского транспорта и транспорта, перевозящего опасные грузы. Собственно, вот эта вся экосистема позволяет накапливать, обрабатывать данные, обрабатывать всех участников рынка, взаимодействовать с 85 службами 112 по стране. И большинство вещей разработали мы самостоятельно. Но в процессе выделили некие паттерны. То, что мы создавали, мы выделили в некоторые продукты. Это продукты, связанные с BI, с аналитиком Icon Board, я вот вам расскажу. Icon Team, это мы сами для себя сделали, это астрекер. И RPA, это система роботизации бизнес-процесса. Пару слов о принципах, которые мы исповедуем. Мы много используем open-source. Но с первого дня, с момента создания компании в 2019 году, всегда используя open-source компоненты, мы их кэшируем к себе, проводим анализ на уязвимости, фиксируем версии, и ни один разработчик у нас не может получить новую версию из интернета, в принципе. И это очень хорошо, на самом деле, отразилось в рамках последних событий на нашей работоспособности. У нас уже, в принципе, процесс был налажен. Мы видели случаи, когда действительно вносили вредоносный код в open-source. Мы действительно понимаем, что сейчас некоторые решения, которые мы используем в open-source, где-то недоступна документация, где-то недоступно обновление, где-то, в принципе, вообще ничего не доступно, но наша система продолжает работать. И с таким закэшированным кодом мы работаем в двух направлениях. Первое направление. Мы развиваем open-source библиотеки и контрибьютим, собственно, обратно те наработки, которые мы делаем, если это какие-то несущественные. Либо часто мы делаем форм, так называемый, ну, по сути, копию дальнейшего развития библиотеки для своих целей, для того, чтобы обеспечить как раз так независимость разработки. Что важно, на мой взгляд? Первое. Когда мы делаем форм, вот я вот тут пример привожу на базе библиотеки Reflat для работы с картами, мы сохраняем обратную совместимость. То есть, несмотря на то, что компонент уже наш, его можно использовать в окружении, в котором использовался оригинальный продукт. Это важно. И второй момент, который хотелось бы отметить. Я подозреваю, что не мы такие одни оригинальные. Делают много кто так на рынке, и мы, честно сказать, опасаемся, что зоопарк будет глобальный скоро, в связи с этой историей. Если раньше мы предполагали, почему преимущества в open-source есть? Потому что мы знаем, что мы даже специалистов на рынке можем найти, которые будут работать с open-source решением. Если open-source каждый клонирует под себя, доработает, то скоро программист, который работает в Ростелекоме, не сможет работать на продукты, которые эти же продукты используют в забербанке. И это проблема. Мы, со своей стороны, видим такую перспективу в создании централизованных репозиториев и готовы взять для себя повышенные обязательства по ведению отраслевой части тех библиотек, которые мы используем для таких совместных разработок в рынке. Теперь по тем продуктам, которые я упомянул. Они выросли из того опыта, который мы получили в рамках создания кастомных задач, в первую очередь, в АО «Глонассе». Сейчас предлагаем их не только в «Глонассе», где они используются, но и для рынка. «Иконборд» — это решение, которое по сути является импортозамещенным решением для Power BI, аналогичных систем, для IBM-овских решений. В частности, сейчас у нас ведутся проекты в нескольких клиентах, где мы занимаемся импортозамещением «Кликсенс» и «Повор BI». В чем особенность продукта? Вы скажете, ну, казалось бы, взяли open-source и назвали по-своему. Мы собрали множество open-source решений и увязали их между собой таким образом, что сейчас решаем задачу на трех уровнях. Первое — это получение разрозненных данных, что всегда является проблемой в больших компаниях. У каждого в финансовом департаменте под столом свой компьютер стоит со своими данными, которые непонятно какого качества. Все, меня отключили? Второе — обработка данных. Мы умеем это делать в реальном времени, в том числе предиктивную аналитику, достаточно сложную обработку в реальном времени. И отображение данных, то есть гибкая система, богатая система дэшбордов. Это все объединено в единый продукт, находится в реестре отечественного полу. Вторая история очень смешная. На самом деле, мы давно хотели уйти от жира, просто жалко было платить, было дорого, и мы не использовали 100% функционала. На самом деле, я вот в этой отрасли уже сколько работаю? 22 года. Наверное, 17 лет я использую жиру, и ни разу не видел, чтобы кто-то использовал 100% функционала. И мои ребята пришли, просто проявили инициативу, сказали, дай возможность поработать в них урочно, сделаем продукт. В итоге сейчас мы работаем полноценной командой, постоянно продукт востребован, управляем задачами и разработкой самостоятельно. Вот в этом новом продукте написано полностью с нуля. И третья составляющая как раз таки вызвана тем, что не все целесообразно развивать, либо это замещать, если оно и так работает, и платить за него не надо. В одном из проектов нам потребовалось интегрироваться с биллинговой системой, которая давно не сопровождается. Обновление очень дорого, доработка практически невозможна. Что делать? Мы сделали продукт по роботизации бизнес-процессов. По сути, робот ходит и выполняет действия за человека. И на этом уровне мы сделали интеграцию. Почему сами изобретали, почему не взяли с рынка, не смог ни один продукт с рынка работать в тех условиях, в тех требованиях по безопасности, которые предъявлялись к этой системе. Теперь это, собственно, продукт, который еще пока не в реестре, но скоро там окажется. Подытожил. Три постулата, три пункта. Мы не боимся использовать open-source, но при этом наладили процесс по контролю тех рисков, которые видим в этом использовании. При этом сами дальше продолжаем развивать эти библиотеки и создаем собственные версии. Ну и наши продукты во многом используют open-source, за исключением, наверное, iContine. Это большой плюс, я считаю, для потребителей даже в том, что на рынке можно найти специалистов, которые смогут эти продукты развивать, сопровождать, и это не обязательно должны быть мы. Я считаю, что неправильно подсаживать на иглу заказчика, надо работать в партнерстве. Поэтому такого рода безопасность, на мой взгляд, это важный фактор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова